Ой-ой-ой, наконец, кажется, проснулся. Тридцать лет пролежал в литургическом сне, как подопытный зверёк. Когда пришёл в себя, найти себя не мог. Ничего не чувствовал. Стал ощупывать себя. И понял, оказывается, я мужчина! Как только научился ходить и разговаривать, сразу побежал искать заведение, чтобы оторваться за все тридцать лет. Первым мне на глаза попался ночной клуб «Подводное царство». В него я и забежал. Когда увидел танцующую русалку, у которой из одежды была только чешуя нарисованная, у меня мгновенно поднялся уровень кровеносного давления. Так зазнобила, стоять не мог и даже, сидя на стуле, не мог успокоиться. Но мир не без добрых людей. А зазноб приостановил официант. Он положил папку на стол и сказал, выбирайте, пожалуйста. Я с трепетом стал выбирать шалунья одноглазая, зубатка нежная, соблазнительная горбуша. Слушай, ой, я пришел в ярость, я не пойму, у вас ночной клуб или дом инвалидов. От вашего ассортимента у меня даже кожа съежилась на ботинках. Вы не волнуйтесь, читайте до конца, а потом решим, как вам помочь. Вот загнул, не подумал. Видимо, ему русалки, как безногому скакалки, подо мной стол уже разваливается на запчасти, а он собрался что-то решать. Еле-еле сдержался, чтобы не поменять ему форму носа. И нервно продолжил, дочитав, белоснежная аргентинка. Вот, наконец-то, скачал я от радости вместе со столом. Вот это подойдет. Хорошо. А какое вино? Да никакого, я и без вина справлюсь. Ладненько, значит, номер четыре. Прекрасный выбор. Ждите. Вот последнее слово. Мне его очень не понравилось. Чего-чего. Но ждать я не мог. И прямо рванул сразу искать дверь под четвертым номером. Почему-то я решил, что под этим номером и есть апартаменты. Видимо, в тот момент у меня проснулась только нижняя часть тела, А верхняя еще дремала. Я бегал по лабиринтам на ходу, раздевался. Но дверь под четвертым номером найти не мог. Бегал до тех пор, пока не упал. Отчинался лежащим на полу, абсолютно голым, А передо мной стоял мокрый, увесистый толстолобик. Я одеревенел, как шелкунчик. О бонти, удивленно сказал он. Ты что здесь делаешь, голубок, в моем кабинете? Я от страха мог только замучать. Он еще раз на меня взглянул и пробормотал. Но надо же, не мой, а все туда же. Я с огромным заиканием выдавил. И, извините, я недавно проснулся. Ну и прекрасно. Выспался и на здоровье. А теперь иди и взбодрись. Я оделся добегом к своему столику. А официант тут как тут. Вы что-то ищете? Да, змей запупырчатый. Где аргентинка белая? Так вот на столе. Сфокусируйтесь. Сфокусируйтесь. Вот на столе стоит белоснежная аргентинка. Рыбка под белым соусом. Все, как вы заказывали. И в этот момент у меня что-то зашевелилось в голове. Вы, наверное, догадались. Да. Это проснулись мозги. И с улыбкой подумал, что ничего страшного и не произошло. Ночь только разгорается. А значит, все еще впереди. И я выпил, закузил. И уже с мозгами. Без лишнего темперамента. Как садко. Стал осматривать подводное царство. Рыбка завалам. Продолжение следует...